Итак, краткий пересказ первой серии. У нас тут камера умерла, как всегда разрядилась. Дмитрий нам рассказал про свою, так сказать, коллекцию. Сейчас он немножко нам еще раз подскажет. Значит, Дмитрий, это вот этот мужской, да? Годник? Ну, я так его назвал. Холостяков. Один нож за все. Как бывает иногда у некоторых. Холостяков. Да, и последний друг. Самый верный. Да, 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 самый верный, чтобы не подвел. Когда уже все мосты сожжены, да? Нет, просто один единственный, конечно, валяется на столе. И все, и бутерброд, и салат, и суп. То есть, вообще, это на все, да, как бы пойдет? Ну, это я так его назвал, потому что мне очень сложно делать ножики для никого. Я обычно делаю ножики, зная вкусы, какие-то предпочтения, набор ножей на кухне, выясняя ученики. И фобия своего клиента, да. И так далее. Вот. А мне, поскольку у меня так... Это не моя вина или мое достоинство. Меня так научили. В этом плане... А если не секрет, как, кто вас удивил, где вы... Они не хотели, что Прокопенко. А вы у Прокопенко? Да, самый наш известный мастер по кухне на жарке. Вот. И этот самый... У нас трое. Я, Дамир Сафаров и Димка Коновалов. Вот. А, еще Вася Казов. А вы Дмитрий Коржов, да, на всякий случай, да. Сравноважен за нашего героя, да. Ну, вот. Я, поскольку меня Константинович воспитывал именно в то время, когда уже сам занимался только заказными ножами, я не делал ножики. Именно под... То и я привык, соответственно, не торопясь, выясняя все подробности. Ну, то есть, никуда не спеша. Извините, а сколько ножей, вроде, да, вы уже сделали. А какие-то подробности еще могут быть? Что там, какие нюансы могут выплыть? Самые разные. Да вы что? Интересно, да. Например, закрытая пятка. Так. Или открытая пятка. На профмоделях обычно пятка открытая. Но поскольку на маленьких ножах народ обычно режется вот эта вот пятка, когда широкая, и нет пятки, понятно. Вот. А когда маленькая, очень часто режется. И поэтому большая часть, например, ножей идет с закрытой пяткой. Но этот вопрос надо обговорить. Потому что некоторые люди все равно пользуют открытую пятку, и это для них просто удобно. Это не жрет длину ножа. Но это сокращает длину ножа, а это не жрет. Спокойно проходишь. Заточенные пятки по продукту. Некоторые в чеснок давят. Но одно дело на широком ноже, другое дело на узе. Но это очень важный момент. На широком это не так важно, но тоже дело с открытой пяткой, с закрытой пяткой. Кому как нравится. Такой нож по деликатности. Что им будут делать? Потому что если одновременно ножом нарезают курицу, в куску суставов и, например, морковку, я в первую очередь буду ориентироваться не на морковку, а на курицу. Чтобы он на ней не умный. А если людям именно нужен деликатный шинковочек, тогда он говорит, мне будет ультимативно без репетиционных. Без каких-либо компромиссов нужно будет шинковочек. Вот так я. Которую яблоко даже не замечать. А еще раз можно продемонстрировать? Великолепный ваш шрез. Пока, чтобы зрителям не заснул. Тем более, самый первый, самый главный рез. Яблоки я сразу вижу, что настоящие. По кочерыжкам. Да, они такие вот. То есть не из воска. Или из воска. Чем устроеннее, тем лучше. Вот. И вот так, может, три часа, да? Вот. Кто сколько выдержит? Тут нужно вопрос. Вопрос по пиратам. Сначала пляш этот от пират. Потому что, например, человек не привык работать, Еврушев. Привык Гюйт. Вот. И от себя рубить. Не, ну а как? Ход сбыт, жизнь, да? Замылило человека, да? Надо объяснять. Потому что Доннгрэба, он чуть его не угробил. Говорит, втыкается в доску. Я не могу. А Гюйт, это нормальный, привычный формат. А Гюйт, это где из них Гюйт? И вот. Это Гюйт, да? Да. А это еврушек. А, а Доннгрэба? А Доннгрэба это вот. В честь Тругацких. Это была первая серия, да. Вот он. Еще раз, а у него какая особенность у Доннгрэба? Что? У него какая особенность у этого клинка? Это прототипы. А, это? Они даже от клиненых прототипов. Они, ну, в свое время были по 500 евро, но сейчас евро вообще непонятных денег стоят. И прототипы мне пока нужны для работы. Пока я раздаю формуную серию, я должен предоставить человеку возможность сравнить нож с тем, с которым он выбрал. То есть это вообще талон, как бы так вот считать? Для того, чтобы девяти участникам форума раздать на них ножики, он должен подтвердить от себя, что они режут точно так же, не хуже, чем тот ножик, который они выбрали. Вот первый ножик вчера уже был отдан, пятый из девяти был отдан заказчику. Сравнил, не хуже, забрал, порадует свою шипню. Так, хорошо, ну вот если, допустим, приходит клиент, говорит, я хочу шинковку, там, овощи, зелень. Надо бы объяснять, во-первых, какова манера, азиатская или европейская, какие ножики у него есть на кухне, как они выглядят, перестал ли он человек гробить ножики. Потому что есть ли место, имеет ли человек ухаживать за ножами. Вот, например, для всех рукояток из древесины я советую смазывать обычным растительным маслом, просто обычным растительным маслом. Смазываете, на полчаса оставили намазанную, через полчаса взяли салфетку, вытерли излишки и все. Много масла рукоятка не возьмет, тем более, например, в таких деревях, как оболок. Но какой-то слой, вот поверхность, все равно впитывается. И это защищает деревья, обновляет ее, и она остается такой же, как в момент покупки. Вот это, например, смазывать маслом бесполезно, это Микарта. Это японская деревья, да, Микарта? Нет, это наша уральская, по-моему, на ножинске заказывала. Вот, а все деревянные поверхности, даже стабилизированные деревья, обязательно смазывать маслом, где-то раз в месяц. Так же, как вы обрабатываете свои торцевые доски, доску. Я лично циклю ее, у меня есть там обломок цементации, у нас такой способ приготовления из мягких нержавеек, сравнимый с твердостью порошков. Вот, и обувь там очень жесткий, поскольку снималась посередине, приблизительно в спуске, поэтому цементация осталась в конце ножика, нарежущая кровь, и наоборот, на обувь. Я доску скоблю, как циклю, можно циклю зацикливать, и потом тоже смазываю растительным маслом с солью. Это иззараживает поверхность, а одно придает доске равномерный темный вид. Она становится обычной буковой доской, но такого благородного красного цвета. А бук же он цветовый, никакой. Это советская доска по ГОСТу 1984 года. В магазинах такие были? Да, это мой талисман. Классика. Да, Геннадий Константинович, я ходил на выставку, и это вот мой талисман, я ее таскаю, невзираю на тяжесть, тяжелая. Пытался ее домой приспособить, дорогая любимая сказала, нет. Доска, которую я не могу поднести к кастрюле, мне не нужна. Но это непрофессионализм. Потому что в быту мы же не профессионалы, повара никогда не носят доску к объекту готовки, к жарке или ладке. Они все подбирают, причем подбирают не обухи, а лезвием ножа. В лезвием ножа, для того, чтобы осуществить подбор на лезвием. То есть мясо уходит, да, из студии? Мясо уходит из студии. Нет, нет. А я думал, вы на нем покажете. Понял. Чувствуете? Ну, я вижу, даже мягкий ход такой, да. Для того, чтобы собрать с доски вот этот самый, вот мы правим ножик мусатым, ухаживаем. Ножик мусатым, вот примерно мы все представляем себе угол, который мы правим ножиком. Берется угол, который мы правим мусатым, выставляется в половинный угол и все, и осуществляется подбор. Вы не гробите режущую кромку, сгребая всю в ладонь. Это самые простейшие приемы. Они хорошо описаны в ютубе. Масса профессионалов показывает способы шинковки, нарезки как по настойчивому, так и по европейскому. Здесь я не учитель, я не профессионал в кубах. Я должен знать, как с этим работают профессионалы, но мне не обязаны обладать их навык. У меня не будет навыка карвинга и прочего украшательства морковок, сельдереев, потому что это не просто... Ну, вот, зато я умею делать ножи для кого-то. Хорошо, Дмитрий, а такой вопрос. Вот вам человек, хоть приобрести у вас ножи, он вам звонит, да? Вы проводите индекой... Он звонит, либо... Бриф такой проводите небольшой для себя, да? Мои данные в открытом доступе, на профильном ресурсе, в профильном. У меня телефон в открытом доступе. Я потом выложу ваши контакты, да. Да, и там есть, соответственно, по этому номеру, есть Телеграм и Ватсап. Ватсап менее удобнее, Телеграм более удобно, потому что он стоит у меня на рабочем компьютере. Ну, вот, он легко устанавливается на рабочем компьютере, и, соответственно, при моем зрении, у меня та профессия, которая была у меня, зрение вообще. То есть, когда я пришел с Инстантиновичем, я очков не носил, я даже не знал, что там, значит. Сейчас я уже у меняю вторая очка. Но зрение садится катастрофично. Ну, на смартфоне еще сильнее садится, так же. Да, поэтому на рабочей машине, когда у тебя Телеграм, очень удобно писать. Плюс полноразмерная клавиатура. Угу. В смартфончике тыкаешь пальчиком. Вот. И, ну, это самое, ну, то есть, как бы, и очень удобно общаться в Телеграме тем, что ты написал что-то, а человек причитал, когда ему еду. Это тебе не доставляет напрягу в такой общине. Да, то есть, там, в 6 утра проснулся, в 2 часа ночи тебе написал заказчик. Ну, ничего страшного. В 6 утра ему ответил, по-моему, 12, когда появилось время. И это общение никого не напрягает. Приходится выяснить достаточно большой круг. Я прошу, сфотографировать нашу. Манеру резать. Ну, то есть, много чего. Ну, так сказать. Знает ли человек, где он будет располагать свои наши? Моет ли он их в посудомойке? Есть ли у него магнит, или у него подставка такая? Ну, еще что-то. Или, например, как у меня. У меня категорически дорогая любимая не хочет вешать магнит. У нее, там, такая итальянская херамоплитка. И не испанская. Никаких магнитов. Вот. У меня все ножи живут на определенном участке мойки. Вот это место мойки. Там лежит полотенечко. И на ней аккуратненько разложено наше. Это вот все тем, что пользуется, по-моему, дорогая людина. Поскольку она королева кухонь, папу туда приглашают только поесть. Вот. Еще иногда поправить гусатом ножи. Но, потому что ножи кухонные, ну, как, есть любители точить. Ну, любят и любят. Ради бога. Первозданная острота, конечно, ни с чем не сравним. Но, большая часть жизни кухонной может просто править гусатом. То есть, ну, здесь теперь уже рукоятки нет. Рудал. Вот. А тельца остались. Это гусатый у вас, да? Да. Ну, понятно. Палка с ручкой. Направили нож. Вот. И он вполне, возможно, день, другой, третий. Ну, то есть, как бы, проходит без правды. Он сворачивается, да? Да, и вот. Вот. Нож не режет. Например, помидорку стали резать. Простая проблема. Пинк. От кожицу не цепляет. Пара движений. И... Еще раз покажите по Мусату, да. Допустим, вот такой. Лучше всего технику работы Мусатом рассказал Геннадий Константинович в интернете. Называется ролик «Утренняя гимнастика». Выбирайте Прокопенко «Утренняя гимнастика» в поисковом запросе. И вам выдают тот самый ролик Константинович, где он показывал. И даже тут я не буду на выставке тупить ножик. Вот, поскольку он... Понял. Вполне возможно, кто-то захочет его купить. Так вот, там Мусату сначала затупляется нож, показывается, что он не режет с ума. И потом, ну, то есть, на Мусате, выправляется обратно. Найдем ссылку же выставим тогда, да. Да, ну, на самом деле практически все уже есть. Вопрос в том, что история всегда входит по кругу. Это уже третий или четвертый виток всего того, что в свое время Прокопенко рассказал миру. Ну, так что ничего не нового подло. Отлично. Тогда, Дмитрий, по всем вопросам мы ваши контакты оставляем. Да. Вам будут обращаться. Ну, и все, а дальше уже... Ну, это совершенно естественно, легко обращаться ко мне в Телеграме. Ну, то есть, как бы... Отлично. А вот это все ножи, в принципе, можно заказать. Правильно понимаю? Вот то, что я вижу, это можно сейчас заказать. И много еще чего другого. Другого чего, да. Как говорит Геннадий Константинович, ребят, все они первые. Мюррей Картер и Крамер, эти слова, все первые. Я всегда второй. Только сколько видов ножей делает Мюррей Картер, а я делаю, делается в свою жизнь. До 12 видов поварского ножа. Так что выбор, на самом деле, гораздо шире, чем возможно представить на какой-то выставке. Поварской инструмент не ограничивается ножами. Во-первых, есть кучка специализирования в ножах. Вот не затравил и не взял с собой желудочный ножик. Ну, пришли вам фотографии, но тут самое, ну, тут очень специфичный ножик, или же лодки, редко кому нужны. Но вот люди, которые работают с каким-то приличным объемом мяса для того, чтобы зачищать от пленок, вот, зачищаются. И разделывание на более мелкие куски без костного мяса. Вот, ну, так что, я не знаю, как перечислить все то многообразие. И даже не поварского, например, хотелось мне сделать киндушечку. Вот, сделал такого малыша. Ну, приятный шейничек. Двадцать пять. Вот, из нерж-дамаска. Вот. Вот такая конфета. Идешь, увидел грибочек. Раз, срезал. И тоненько выведено, изучали. Еще раз, а то я не успел, камера, ага, вот так. А, отлично, отлично, вижу, отлично. Одиноклинка коротковата. Ага. В общем, Дмитрий, я правильно понял, вы же сами мастер, вы все эти ножи сами будете делать, правильно? Я все делаю. К вам обращается, и вы... Кроме выплатки стали, закалку, сварку аргонно-дуговой. Это же сварная конструкция. Побышки, на самом деле, с пищевой нержавейкой, 10-18. Но, все это сварено в монолит. Так, чтобы ничего и нигде не было. И, соответственно, там, хвостовик шестерка. Пищевой нержавейки, тягучий, вязный. Ну, сломать нереально. Один миллиметр аргонно-дуговой, 50 килограмм. Здесь достаточно много миллиметров. Клинок сломается раньше, чем сломается хвостовик или еще что-нибудь. Ну, и все. И от изготовления рукоятки, изготовления клинка, все остальное уже моя работа. Ну, и моя работа. Отлично. Разобрались. Значит, вам удачи, хорошей выставки. Спасибо и вам так. Ножей, больших, разных и счастливых. Ну, и будем на связи тогда. Я материалы выложу, ваши контакты выложу. А дальше уже там... Спасибо. Все, спасибо вам большое. Удачи. Всего доброго. До свидания.